Полет фантазии космический. Учащиеся дворца детско-юношеского творчества города Бендера, филиала «Радуга» и «Северный» подготовили праздничную программу ко дню космонавтики. Сказал, поехали, Гагарин, ракета в космос понеслась. Вот это был рисковый парень, с него эпоха началась. Первый полет в космос Юрий Гагарин. Программа с таким названием в 21-м году онлайн-формат. 2 апреля 1961 года, то есть ровно 60 лет назад, ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1». На его борту находился советский космонавт Юрий Гагарин. Сначала Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли, затем советский космический аппарат. Первым совершил посадку на Луне, потом советский космонавт совершил первый полет в космос. Современные ребята узнают историю от своих учителей. На фото зрители видят настоящего Юрия Гагарина. Рисунки и аппликации, танцы и стихи, вокальные композиции и номера воздушных гимнастов на космическую тему – это результат работы родителей и педагогов ДДЮТ. Ну а главные герои, конечно, дети, потенциальные космонавты. «Ребят, есть камни там, горы и метеориты. Есть столько диковин и тайн неоткрытых. Но мы их откроем, когда подрастем. Мы в космос летаем, на Марс попадем». Цель таких концертов – не только доставить эстетическое удовольствие зрителю, сформировать понятие о том, что профессия космонавта важна, воспитывать чувство гордости за космонавтов, желание быть похожими на них. К слову, бендерчане стали активными участниками республиканских конкурсов «Дорога к звездам» и «Среди звезд и галактик». Творческие проекты приурочили к юбилею покорения космоса.